Оп! Потом мамка придет и сгонит тебя с этого подоконника. Блин, синтетика синтетичная. Привет, мои золотые! Сегодня у нас новое видео. Разоблачаем китайцев. Распаковочки вернулись, как я вам уже и говорила. Если вы не смотрели предыдущую распаковку, то обязательно посмотрите, она очень-очень классная. А сегодня у нас осенняя распаковка. Осеннее разоблачение китайцев. Я надеюсь, вы оценили новую локацию. Я очень старалась, чтобы она была такой атмосферной, осенней. Вон, даже, смотрите, камин на заднем фоне включила. В общем, зацените еще мою новую шляпку. Это тоже осенняя обновочка. Если вам нравится осенняя уютная атмосферка, то ставьте лайкосики и пишите об этом в комментариях. Ну а мы, давайте не затягивать и начинать распаковочку. Поехали! Итак, вот они мои обновочки, посылочки, покупочки. Так. А, камин я, наверное, закрыла, да? Вам видно, интересно, камин или нет? Блин, как бы посмотреть, что вам видно, что нет. В общем, ладно. У меня сегодня распаковка декора. Я заказала на Алиэкспресс себе кое-что для осеннего декора. И уже в каких-то следующих видео я буду делать осенний декор. Я знаю, очень многие просили. Я заказала несколько себе декоративных штучек покупных. И еще несколько декоративных штучек я, конечно же, сделаю сама. Поэтому это будет осенний декор плюс DIY осенний декор. Так что не пропустите. Скоро на канале. Ну, впрочем, не будем болтать. Давайте начинать и распаковывать первую посылочку. Первая у нас это... Это что-то квадратненькое. Это что-то, наверное, бьющееся, потому что, смотрите, тут такая штука защитная. Оп. А то сейчас загорится. В камин как попаду, так оно загорится. О-о-о, крутяк. Это чашка. Чашка в виде тыквы. Блин, так классно. Такая синий атмосфера. Я уже представляю, как я пью чайок или кофеек со сливками. Не, хотела сказать, как я пью какао, но я не особо люблю какао. Я люблю горячий шоколад. Поэтому я уже представляю, как я пью отсюда горячий шоколад или еще какую-нибудь вкусняшку. Что тут напихали вот это вот? Тут должен быть горячий шоколад. Напихали. Короче, какая прелесть пополнение моей коллекции чашечек. Кто вдруг не знает, я коллекционирую необычные чашки. У меня есть кактус, фламинго, сова. А кто у меня еще есть? А я уже забыла. Пишите в комментариях, кто знает, кто у меня еще есть. У меня что, так мало декоративных чашек таких? А, единорог. Мне еще недавно единорога подарил Виталик. По-моему, это Которог был. Ну, короче, не важно. В общем, и вот мое пополнение в коллекции чашечек. Она очень красивая. Очень такая осенняя-осенняя. И я думаю, здесь даже можно что-то готовить. Какой-нибудь там кекс в микроволновке. Или какой-нибудь там чизкейк без выпечки. Что-нибудь такое, знаете, приготовить какую-то вкусняшку. Точно. Хотите, я в этом выпуске, когда буду делать DIY осенний декор, мы еще какой-нибудь кукинг приготовим в этой чашечке. Что-нибудь в микроволновке или без выпечки. Что-нибудь такое прикольненькое. Осеннюю вкусняшку приготовим. Пишите в комментариях, если хотите. Класс. Мне очень нравится. И, кстати, она очень качественная, эта чашка. Нигде ни сколов, ни нащерблен никаким. Ни нащерблен. Еле выговорила это слово. Короче, очень-очень классная чашечка. Огонь. Next. Так, это что? Это табличка такая для украшения на кухню. Я специально купила ее, чтобы на кухне на задник поставить. Когда я, например, кукинг снимаю, смотрите, она очень прикольная. Она жестяная. Она реально жестяная, прикольная такая. С краев немного потертая. Мне это напоминает, знаете, как будто в какой-то кафешке. Обычно так украшают в кафешках, в кофейнях. Очень классно. Так, тут написано Happy Pie Season. Счастливого пирожного сезона? Счастливого сезона пирогов. Блин, надо какой-то пирог спечь вкусный. Класс. Это очень прикольный декор на кухню. А, кстати, тут, смотрите, тут есть даже, можно его прибить. Тут есть отверстие для гвоздиков. Но я, скорее всего, просто вот так вот на задник поставлю, и будет очень-очень классно. Следующие. Волосы в рот лезут. Это у меня... А, это коврик. Это, смотрите, вот такой вот коврик под дверь. Осенний. Очень прикольный. Ну, кстати, не самый качественный. Тут прикольно вот эти прорезиненные штучки. Он не будет ерзать. Но вот эта вот часть не самая качественная. Но, в принципе, ну это же коврик возле двери. И по нём все будут топтаться. Зачем тут это качество, в принципе, нужно? Главное, чтобы он был красивый. И главное, чтобы он выровнялся. Посмотрите, как он выглядит сейчас. Я очень надеюсь, что он выровнится. Так вот. Постилю это под дверь. Будет очень прикольно. Гости будут заходить. И у них сразу будет такая, знаете, осенняя атмосфера. Осеннее настроение. Подниматься. Ну, конечно, когда они будут с дождя приходить в дом. Конечно, у них и так настроение будет подниматься. И без коврика. Потому что, наконец-то, дождь закончился. Наконец-то из холода заходишь в тепло. Мне кажется, я тут сижу и идеализирую осень. У меня такая осень, атмосфера. Ой, так классно, так уютно. Да нифига. Дождяра, когда идёт. Абсолютно неуютно, когда тебе нужно куда-то идти. Когда ты дома сидишь на подоконничке и пьёшь чай. Нет, я так не делаю. Это только в фильмах. Такая атмосфера передаётся романтично. На самом деле это не так. Потому что в большинстве случаев у всех в квартирах узкие подоконники. И там очень сложно умаститься на этом подоконнике. А если ты умастился, а потом мамка придёт и сгонит тебя с этого подоконника вместе с твоей чашкой и пледом. Поэтому вряд ли получится так романтично, как в фильме. Ну, короче, вернёмся к коврику. Я его, конечно, очень хочу постелить. Но у меня сейчас, да, к нам ходят гости. К нам часто ходят гости. Но ещё чаще к нам ходят строители. А они грязные. И, кстати, я вот постоянно повторяю, какие грязные строители. Как они там всё нам пачкают. Как этот. И мне в директе пишут, типа, ты такая злая. Ты совсем не любишь строителей. Почему ты постоянно их обижаешь? Я не обижаю их. Я люблю людей. Я люблю строителей. Я всех люблю. Просто у них вот эта вот форма их, она грязная. Ну, понятное дело, что они там где-то что-то чинят. Где-то что-то строят. И эта форма, они её не стирают каждый день. Она грязная. Так вот. А у меня уже чистовая отделка в доме. У меня уже почти закончен ремонт. И вот они приходят, такие грязные. Например, что-то чинят в ванной. И потом плитка в ванной, просто её невозможно отмыть. Она в какой-то мазуте, в какой-то чёрной штуке. Я её драю, 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 драю. Не могу отмыть. Просто какими-то термоядерными средствами это всё отмывается с горем пополам. Вот. Поэтому, извините, вот такой вот красивый коврик стелите, чтобы первый же строитель зашёл и вытер от него свои ботинки. Ну уж нет. И я не знаю, куда его постелить. Может, при входе сюда, в эту комнату, постелите. Ну, это бред, конечно. Не знаю. Пишите ваше предположение, в какую комнату его постелить. О, может, его вообще в ванную пока постелить. И в ванной создать. А при чём тут тогда велкам в ванной? Короче, не знаю, где его постелить, чтобы его не замазали. Хотя я прекрасно понимаю, что это коврик для того, чтобы его мазали. Это коврик для того, чтобы вытирать обувь. Короче, посоветуйте, куда его постелить. Или может его на выходные только стелить У нас получается с понедельника по пятницу работают строители Суббота, воскресенье, они отдыхают Может его только на выходные стелить Блин, я слишком много времени уделила этому коврику Давайте уже следующее Так, следующее А шо это? Дырка! Посмотрите, как будто мышь погрызла Или на почте кто-то погрыз Думал, что тут что-то ценное, а на почте кто-то погрыз Или мыша Надеюсь, она не погрызла мне то, что внутри А внутри у меня Одежда! Это единственная одежда, кстати, в этой распаковке Единственная вот такая вот Футболочка! Футболочка с осенним принтом Очень классная Но какая-то она очень широкая Какой-то размер Это размер S Ну гляньте, какая она широкая Не, ну она в принципе модненькая оверсайз, наверное Что тут у нас нарисовано? Так, тыквы, уютный плед Свечи, яблоки, осенние листья, шарф, чай Осенний декор и какой-то еще футбольный мяч Очень прикольненькая кофточка Кофточка, футболка Мне нравится Классно Надо скорее мерить Давайте мерить Футболочка села отлично Прям такой, знаете, оверсайз Не обтянула Очень классно, очень свободненько Брала размер S Это, между прочим, 100% хлопок И, между прочим, на этикетке написано не Made in China А Made in Bangladesh Так что это не простая футболочка В общем, она мне очень нравится Очень классный принт Качественный Три пальчика вверх Так, следующие А, это наволочки Это наволочки на декоративные подушки Тоже решила себе украсить диван на первом этаже И диван на втором Или, может, тут кровать украшу судаки на подушке Я еще не знаю Так, вот, смотрите Вот такие вот две наволочки Кстати, они, по-моему, отлично подойдут вниз на серый диван Думаю, будет шикарно смотреться Короче, на одной наволочке у нас It's for you all Э, for you all Блин, я не умею читать эти надписи For you all Короче, прочитайте, пожалуйста, за меня, что тут написано Я не знаю Ну, в общем, тут нарисована еще тыква и пирог Наверное, тыквенный пирог Кто-нибудь ел тыквенный пирог? Мне кажется, я никогда в жизни не ела тыквенный пирог Вот этот, который показывают в американских фильмах На день благодарения у них там обязательно тыквенный пирог Кто-нибудь пробовал? Напишите, пожалуйста, вкусно или нет Мне кажется, я никогда в жизни его не пробовала Это надо исправить И в этом году надо попробовать Так, ну а на второй подушечке У нас тут машина, которая везет тыквы и яблоки И написано Fall in love Осень в любви Или осень любви Ну, короче, вы поняли Очень классные подушечки Будут подушечки У меня, кстати, есть бесхозные подушки, на которые я надену эти наволочки Я специально их купила, чтобы делать декоративные подушки Потому что на Алиэкспрессе очень редко продаются наволочки именно с подушками Всегда смотрите в описании Там они пишут декоративные подушки Но вы заглядываете в описание и смотрите, что на самом деле они продают наволочки И я не сразу это поняла Но, кстати, когда-то, если вы помните, в какой-то из распаковок у меня приходили подушки Именно подушки И, кстати, из-за того, что мне тогда приходили подушки У меня сохранились сами подушки Наволочки уже давно где-то я выкинула или кому-то подарила, короче Вот, а те подушки сохранились Но это был один единственный раз, когда мне наволочки пришли именно с подушками Но в магазинах, в отделах с подушками Продаются специальные подушки, на которые надеваются декоративные наволочки Они дешево стоят, они плохо выглядят В общем, вы их сразу узнаете Вот такие вот две наволочки Кстати, у меня еще две наволочки заказаны И сейчас мы их найдем Интересно, это они? Я не знаю, почему они в таком маленьком пакете, если это они Да, это они, представляете? Одна вот такая Качество просто ужасное Тыковки красивые, принт красивый, качество ужасное По сравнению с вот этими Они такие плотные Они такие добротные Они такие вот, знаете, тканные какие-то Как будто изо льна, что ли А вот это просто синтетика синтетичная Я вам говорю Это просто ужасные наволочки Но мне на них не спать Они просто декоративные Они будут украшать Но, тем не менее, выглядят они на сайте красивее Выглядят они реально подороже А так, ну, блин, синтетика синтетичная Именно поэтому они и были в таком маленьком пакете Тик О, вот это вот красивый принт Смотрите, голубая тыковка на всю Кстати, вот эти вот белые подушечки Они отлично подойдут в мою белую часть в кабинете На розовый диван Я думаю, они там супер будут смотреться Сто пудово Точно, я их туда положу Хотя на первом они тоже, наверное, будут хорошо смотреться Но я думаю, что они на розовом диване В белой моей половине комнаты Будет просто огонь Их еще как бы погладить надо Но это уже второе дело Короче, хоть эта синтетика синтетичная Но все равно я задекорирую ими комнату Так, посылочки из Китая закончились Сейчас я вам покажу то, что я просто тут в магазинах купила И мне единственное, что мне не дошла Одна посылка из Китая Тоже на осенний декор Это осенняя гирлянда Такие листики, они светятся Я очень ее ждала, 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 ждала Именно поэтому я долго не снимала распаковку Эти все посылки, они у меня лежали, копились Но они как-то в один момент все пришли А вот эта гирлянда, она не пришла И я ее ждала Я ее ждала, 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 ждала И уже думаю, я плюнула на нее Все, я не буду ее ждать Потому что если еще буду ждать То скоро Новый год И осенний декор никому не интересен будет А я хотела сначала снять распаковку А потом из того, что я вот это назаказывала Снять декор комнаты Вот, и я такая подумала Блин, никто не будет так долго ждать этот декор Поэтому я распаковала И не дождалась ту гирлянду Если она придет, если она не потерялась То я обязательно ее распакую И покажу вам в инстаграме Вот, ну а что я еще купила в магазинах тут По местности Это вот такая тыковка Смотрите, какая прикольная Короче, она ближе на Хэллоуин Кстати, на Хэллоуин у меня будет отдельная распаковка Потому что на Хэллоуин я тоже заказывала кучу декора И я хочу сделать отдельную распаковку на Хэллоуин И эта тыковка, вы, наверное, можете подумать Что она такая хэллоуинская Но если ее перевернуть вот так То это осенний декор Вот так это хэллоуинский декор А вот так это осенний декор Как вам, а? Я знаю, вы потом, когда будете смотреть мои видео И когда она будет вот так стоять Вы будете мне писать в комментариях А мы знаем, что там на обратной стороне мордочка Ну, короче, мне кажется, она очень прикольно будет смотреться в кадре На заднем фоне А, и она, кстати, она еще и светится Сейчас я вам покажу Зажглась? Да, зажглась Я надеюсь, вам видно Она тут всякими переливается разными цветами Короче, очень веселая тыковка прикольная Но пока я не украшала дом Хэллоуину А она будет стоять вот так Ну, и, конечно же, тут надо ценник еще убрать Налеплено тут ценников Так, еще я купила две оранжевые свечки Оранжевые-оранжевые Ничего особенного Они, мне кажется, даже не пахнут Да, они, мне кажется, даже не пахнут Просто они оранжевые И я думаю, они отлично подойдут для какого-нибудь декора Если я буду что-то, какой-то уголок оформлять В осеннем стиле То я думаю, они просто божественно подойдут Так что, а, тут еще батарейки Но это, ой, но это просто для дома батарейки Они тут не нужны Вот Так, еще Как вы, наверное, уже догадались Это плед Да, у меня не было осеннего пледа Мне очень хотелось Такой осенний-осенний плед в клеточку Вы можете сказать, что у меня есть два пледа в клеточку Осенний Белый, такой черно-белый И красно-черный Но вы, кстати, не видели уже года полтора этих пледов А все потому, что они просто были не мои Да, у меня в старых осенних видео Такие классные пледы Вот этот черно-белый, черно-красный В клеточку Они такие осенние, такие классные Но они были не мои Они были хозяина позапросшей квартиры В которой мы жили Получается, мы жили У нас были там свои шкафы Но и были шкафы там, где были хозяйские вещи Вот И когда я засовывала Получается, там такой большой шкаф был И весь он был забит хозяйскими вещами Вот И как-то понемножку то там, то там И я решила все сгруппировать Именно в какое-то там Несколько ящиков Чтобы освободить себе пространство Потому что мне реально уже некуда было складывать свои вещи И когда я вот это вот Группировала его вещи Складывала, складывала Я увидела там вот эти два клетчатых пледа И я их взяла попользоваться Ну я под ними не спала Я ничего на них не делала Они просто декоративные для уюта в видео Вот Ну и конечно, когда мы съезжали Естественно, мы оставили эти пледы Потому что они не наши Мы их постирали и оставили Они не наши Мы ими попользовались Спасибо им большое Все И у меня не оказалось осеннего пледа И вот мы купили в магазине Там, кстати, было просто Фу, блин, летает тут все Там была просто масса цветов Вот такой вот клетки Там были вот такие черно-белые, как у меня раньше Были черно-красные, были черно-зеленые, черно-желтые Какие угодно Черно-красные, черно-белые Отлично смотрелись Но у меня, в принципе, они уже мелькали в видео Те старые И я хотела что-то новенькое И вот этот мне очень понравился Что он такой, знаете, оранжевый Такой классный И, кстати, он очень на гуська Но почему с него так все линяет? Тьфу, блин Почему все так этот? О, смотрите Как хорошо, как уютно Так классно Мне очень нравится плед Он мягусенький Ну, конечно, он синтетика Я не думаю, что это прям какая-то шерсть Но, тем не менее Я же не взяла его там укрываться Я его взяла чисто как декоративный Где-то там кинуть на диван И вот уже красиво Так, теперь Я еще купила вот такой шикарный поднос Не знаю зачем Не спрашивайте Не думала вообще Когда я его брала в магазине Мне он просто понравился Просто он такой классный был Смотрите У него такой Он как будто такой потертый Что ли Под старину Я не знаю зачем он мне нужен Я его просто схватила Как сорока На золото Понимаете? Но теперь я думаю Что он отлично впишется В бассейн и декор Тут можно на этот поднос Поставить, допустим, свечи Допустим Поставить там пару свечей Тыковку какую-то поставить Какими-то там гирляндами украсить И куда-нибудь поставить И вот у тебя уже уголок Осенний декор Мне кажется он отлично Впишется в осенний декор Золото, оранжевое О, кстати У меня же тыква есть Я забыла Так, вот Есть тыква Есть свечи Ну короче Посмотрите Как прикольно смотрится Мне нравится И Так А, это чистилка для одежды Я не знаю А, я ее сюда кинула Потому что я перед видео Одежду чистила И ее сюда кинула И последняя моя Осенняя покупочка Это Вот такая вот Классная корзина Она очень прикольная Я не знаю Я тоже не знаю Для чего я ее купила Вот правда Вот схватила и все Я не знаю зачем Но мне кажется Тоже она Очень хорошо впишется В осенний декор комнаты Где-нибудь ее поставить Например Там на полу Можно купить тыквы Красивые тыквы Купить Поставить несколько тыков сюда И О Сюда знаете Можно еще пледик положить Смотрите Вот так вот Как-то так Раз О Вот так вот Пледик положить А вот сюда например Тыковку Но только свежую тыковку Настоящую тыкву Вот Настоящую тыкву И Где-нибудь поставить Вообще шикарно Мне уже нравится Слушайте У меня и распаковка И я прям на ходу В этой распаковке Создаю уже Себе осенний декор Я хотела уже Следующее видео Снимать про осенний декор А я в этом видео Уже начала снимать Про осенний декор Смотрите Покупаешь корзину Кладешь в нее плед Кладешь тыкву Все DIY DIY осенний декор Ну классно же Я все распаковала Надеюсь вам понравилось Надеюсь вам понравилась Распаковочка Надеюсь вы ждете Осенний декор Комнаты Если это так То не забывайте Про пальчики вверх Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Этот декор Комнаты Я буду стараться Стараться как можно Быстрее снять Я надеюсь Пройдет Немного Видео Прежде чем После этого видео Выйдет осенний декор В общем в любом случае Подписывайтесь Чтобы не пропустить Новые классные видео Ну и будем прощаться До встречи в следующем видео Пока Не ну тыква огонь Конечно Тик-тик-тик Ой Ну что Ну я запуталась Да В этой штуке Блин Надо же когда еще слезть Субтитры сделал DimaTorzok